И получается, что с этого момента у нас пошла запись, и эту запись сегодняшнего вебинара вы сможете посмотреть позже в любое удобное время на нашем канале YouTube, мы ее выложим. Сегодня у нас вебинар посвящен новой версии 15.5.1SBITREX управления сайтом, но прежде чем перейти непосредственно к самой демонстрации, я хотел бы убедиться, что у нас с вами все в порядке с трансляцией. Насколько я вижу, мне система, по крайней мере, показывает, что все хорошо. Хорошо, но все же, есть у нас с вами закладочка questions в интерфейсе программы, и я прошу вас быстренько мне туда написать кратенько, что все в порядке с трансляцией, что вы видите экран, что у вас есть звук, звук комфортен для вас с точки зрения громкости. Ну и можно просто плюсиком или коротким словом ответить, что все в порядке. Так, я вижу, что начали поступать уже ответы. Спасибо вам большое, что быстро реагируете. Ну что ж, прекрасно. Сегодня вебинар у нас совмещенный в том смысле, что не только я, не только от меня будет доклад, будет доклад еще от коллеги Марии. Ох, сейчас я попробую найти. Сейчас мы с вами откроем. Переключусь на время с презентации, откроем с вами анонс вебинара, чтобы взглянуть на программу. Итак, значит, из чего состоит сегодня вебинар? Первая часть моя. Это возможности новой версии 15.5. Ух, честно скажу, это было непросто подготовить для вас сегодняшнюю презентацию, учитывая, что только вчера вечером была выпущена альфа-версия дистрибутива для наших партнеров. Они могут установить сейчас, включив режим установки бета-версии, эту версию на свои какие-то продукты, которые работают на NFR-ключах. Вот. Но мне пришлось получить эту версию даже еще раньше. Ну, в общем, было непросто к этому подготовиться. Но я надеюсь, я смогу показать большую часть новинок, показать то, как это все работает и как здорово, какие новые функции появились в новой версии управления сайта. Ну, и после меня буквально на 15-20 минут Мария Глушенко, это компания V-Interactive, которая расскажет о некотором перформанс-тюнинге для интернет-магазина. Она уже здесь, буквально 5 минут назад приехала к нам в офис, один из Bittrex в Москве, отошла на небольшую встречу, но вернется к нам через час. К тому времени я как раз, надеюсь, закончу со своей частью. Так. Ну что же. Пожалуй, приступим. О чем сегодня у нас пойдет с вами речь? Напомню, что платформа 1SBittrex, если вы к нам только что присоединились или еще не выбрали нашу платформу в качестве фундамента, в качестве движка или просто системы, на базе которой будет работать ваш сайт или интернет-магазин, вот этот слайд специально для вас, на котором видно, что на самом деле Bittrex очень популярная платформа, 62% это доля, 1SBittrex среди всех коммерческих систем, используемых в России, то есть безусловный лидер. Это по оценке компании iTrack, которая просто опрашивает все домены в зоне RU на предмет, установленный на сайте системы управления сайтом. И, в общем, такие показатели есть. Но даже в мире мы заметны. Вот, например, компания V3Techs, которая занимается тем, что опрашивает все домены мира. Ну, старается опрашивать все. В основном, конечно, ком, но старается опрашивать и другие. И вот среди них вообще в общем мировом рейтинге всех CMS, не только коммерческих, мы аж на восьмом месте, что не может нас не радовать. Там очень маленькая доля, порядка там полутора процентов, если я точно, если я не ошибаюсь. Но все же восьмое место в большом мировом рейтинге. По-моему, это очень круто. Как вы видите, около 26,5 тысяч интернет-магазинов сейчас работают на Bittrex. Это действительная цифра, и она на самом деле поражает, потому что всего магазинов в России порядка 45 тысяч, судя по оценкам разных аналитических агентств, которые занимаются оценкой рынка интернет-торговли в России. Это означает, что, опять же, чуточку больше половины работают на Bittrex, что не может нас не радовать. У нас большая партнерская сеть, это 12 тысяч компаний, которые занимаются внедрением наших продуктов. Мы сами, как компания, вендор, как разработчик платформы внедрением не занимаемся, можем только всячески помогать с этим, но непосредственно руками, которые делают ваши сайты, являются наши партнеры. Ну и у нас есть еще такая штука, как Marketplace, замечательный совершенно магазин приложений и готовых интернет-магазинов и других модулей, которые могут расширить функционал самой платформы. Этим тоже занимаются наши партнеры, они выпускают различные дополнения, модули, расширения, готовые сайты, готовые магазины и так далее. Если вы только начинаете работать с платформой, имеет смысл заглянуть в Marketplace, возможно, там уже есть решения под ваш конкретный бизнес и под ваши типы товаров и так далее. Если вы давно работаете с нами, заглядывайте в Marketplace чаще, там могут быть модули, которые помогут ваш сайт сделать действительно лучше. Ну да ладно, давайте пойдем в сторону новой версии. Версия 15.5, которую мы анонсировали не так давно и обещали, что к концу июня мы выпустим все обновления. Сейчас приближается конец и уже выпущена альфа-версия. Это означает, что где-то через недельку как раз мы выпустим бета-версию, то есть к концу выйдет бета, которую уже смогут поставить все наши клиенты. И буквально еще в течение одной недели после основного тестирования мы сможем предоставить всем стабильное обновление и новые дистрибутивы для разработки новых сайтов и установки обновлений. О чем будем говорить? Вообще, как вы видите, список обновлений довольно-таки большой. Это и много маркетинговых вещей, связанных с интернет-магазином. Это пульс конверсии, это бета-тестирование, бизнес-модель интернет-магазина, автобюджет контекста, триггерные рассылки, бигдата и ряд технических и не очень технических вещей, связанных с мобильными требованиями. Вообще, с интернет-торговлей выпущен новый модуль интеграции с 1С, новый визуальный редактор наконец-то стал доступен. Ну и всякие интересные штуки, связанные с работой с изображением и ускорением сайта. Конечно, все это за сегодня я вам показать не сумею. Во-первых, некоторые части еще недоступны даже в Альфе, и мы ждем их буквально со дня на день. Ну а во-вторых, времени просто физически не хватит, чтобы обо всем детально поговорить. Однако мне выпала честь сегодня вам показать, наверное, самые интересные новинки, и я надеюсь, что у нас все получится. Напомню, что на самом деле Bittrex уже давно не просто платформа для управления сайтом или набор файлов с кодом, на базе которых разрабатывается интернет-проект. Это целая, ну мы ее у себя называем облачная группировка. На самом деле платформа сейчас дополнена целым рядом облачных сервисов. То есть, по нашему мнению, система управления сайтом давно перестала быть просто набором файлов и просто движком. Это уже некий комплекс и программных средств, и каких-то аппаратных. То есть, то, что выходит за рамки самой программы, окружение, в котором она работает. И, конечно же, целый набор сервисов, которые, в частности, мы предлагаем нашим клиентам. О некоторых из них мы сейчас детально поговорим, но все же я их сейчас перечислю все. В частности, речь идет о резервном копировании в облако. У нас есть облачный сервис резервного копирования, в который все наши клиенты могут сохранять резервную копию своего сайта, в зашифрованном виде, с паролем, который знают только вы. И, соответственно, эта копия будет там храниться, пока она вам вдруг не понадобится. Это резервное копирование происходит автоматически. И, соответственно, вы ничего не тратите на это, никакого времени, никаких ресурсов, ни денег. Просто мы храним, в случае, если вы включите эту опцию, мы просто храним для вас три последних резервных версии. И даже если на вашем хостинге, который тоже, безусловно, делает резервные копии, по крайней мере, должен делать это с должной тщательностью, даже если там вдруг что-то пойдет не так, вы всегда сможете восстановиться из нашего облака. Мы даем такую дополнительную гарантию безопасности и сохранности ваших данных. Есть у нас сервис... Ой-ой-ой, у меня, оказывается, не выключен... Сейчас, секундочку, наш мессенджер. Простите, выключу его, чтобы он не отвлекал. Есть сканер безопасности, который занимается тем, что проверяет на безопасность ваше окружение. И ваш сайт, давая вам уверенность в том, что с вашим сайтом именно с точки зрения безопасности, возможных хакерских атак, взлома и других вещей, защищен. Этот сканер, опять же, доступен в админке, совершенно бесплатен для наших клиентов, просто запускаете, и наш облачный сервис выполняет ряд проверок, автоматизированных на предмет уязвимости в вашем сайте. Есть ускорение сайтов CDN. Целая сеть дата-центров, распределенных по всему миру, может отдавать части вашего сайта вашим посетителям для ускорения доступа ваших покупателей и посетить, собственно говоря, контент вашего сайта. Целый сервис пуш-уведомлений – это для мобильных приложений очень важно. Очень сильный облачный сервис Big Data с персонализацией. Об этом мы сегодня говорить не будем, но это довольно интересная вещь. И если вам интересна возможность выдачи персональных рекомендаций на вашем сайте, товарных рекомендаций, то обязательно его включите и посмотрите один из наших вебинаров или специальный раздел на нашем сайте, посвященный сервису Big Data. Облачный мониторинг, который проверяет доступность вашего сайта постоянно и в случае, если с сайтом что-то случилось, обязательно сообщает вам тут же либо в мобильное приложение наше, либо по электронной почте, что с сайтом какая-то проблема случилась. Скорость сайта, которая независимо от канала и от браузера клиента всегда измеряет скорость и сохраняет вам эту информацию для последних тысячи посещений. Об этом мы немножко сегодня поговорим, о том, как это выглядит и работает. И вы видите актуальную скорость работы вашего сайта для ваших посетителей, что, пожалуй, очень важно. У нас есть сервис, который обеспечивает видеозвонки и в управлении сайтом, кстати, эта опция тоже доступна. Вы можете общаться по видеочату с вашими посетителями. Мы не используем это, возможно, в стандартном магазине, но, однако, все модули и компоненты для этого необходимы и есть. У нас есть облачная CRM, это Bitrix24, огромный совершенно сервис, сложный и насыщенный функционалом, но Bitrix24, тема отдельных вебинаров, они по средам у нас выходят, и там мои коллеги очень подробно рассказывают об этом сервисе и о CRM, и о всех его возможностях. И облачные файлы, возможность хранить файловый контент вашего сайта в облачных хранилищах для экономии средств на хостинг, для ускорения доставки этих файлов и так далее. В общем, получилось так, что у нас платформа сейчас сильно стала облачной, то есть помимо просто кода, который установлен на ваш сайт, это еще и целая облачная группировка. На этом мы, наверное, будем переходить к непосредственной демонстрации. Я, пожалуй, не буду больше показывать и мучить вас слайдами. Напомню, опять же, что вы можете задавать мне вопросы. Для вопросов есть специальный маленький раздел, который называется «Questions». Сейчас вот для вас я беспорядочно кликаю мышкой на экране. На самом деле я как раз открываю вот эту закладочку «Questions» для себя, чтобы они были у меня перед глазами. Поэтому вы можете туда смело задавать вопросы. Прямо в процессе вебинара я буду вам отвечать устно или письменно, в зависимости от возможностей. Итак, мы с вами переходим к непосредственной демонстрации. И демонстрировать я буду вам на базе, собственно, нашего стандартного магазина. Если вы знаете наш стандартный магазин, то вы сейчас должны быть удивлены, потому что это новый стандартный магазин. Действительно, это новый дизайн, который появляется у нас в версии 15.5. Я сразу прошу прощения, здесь еще не все готово, потому что мы показываем… Еще раз, я уже говорил, что это довольно сложно показать до выхода готовых дистрибутивов некую сборку. Вот эту сборку мне коллеги собрали, и я попытаюсь вам показать. Не все еще готово, поэтому за некоторые огрехи я сразу прошу вас прощения. Однако, я уверен, что они не помешают вам продемонстрировать тот функционал, который нужно вам показать, и который действительно очень интересен. Но, собственно говоря, внешний вид, как видите, довольно здорово изменился. Появились новые блоки, появилось другое совершенно оформление и дизайн. Он стал плоским, современным. Он, безусловно, остается адаптивным. То есть, одинаково хорошо будет выглядеть и на мобильных устройствах, и на обычных экранах, которые мы сейчас смотрим. В остальном функционал, безусловно, сохранился. То есть, также работают карточки при наведении, также доступны к выбору размера и цвета. И для всего для этого разные картинки подгружены. Меню работает примерно по тому же принципу, с предпросмотром и так далее, а слегка изменился только его внешний вид. Напомню, что навигация по сайту, возможно, двумя основными способами. Это меню. Это возможность найти какой-то товар через меню поиска. Если мы начинаем что-то набирать, система сразу же подсказывает нам, какой товар можно найти в магазине с этим буквосочетанием, скажем так. И тут сразу же видны картинки. Можно непосредственно перейти в карточку товара выбранного и, собственно, приобрести. Также доступна навигация по меню, где мы можем гулять по разделам, просматривать, собственно, разделы. И всячески их, допустим, фильтровать с помощью умного фильтра. Умный фильтр тоже довольно-таки интересная и сложная технологическая штука, которая позволяет очень быстро сортировать большие объемы каталогов. При этом, по сути, сейчас размер каталога практически не имеет значения. Там 10 тысяч, 100 тысяч или 500 тысяч позиций у вас будут в каталоге. Умный фильтр будет одинаково быстро с ними работать. Для этого был придуман еще в предыдущей версии, в 15.0, фасетный индекс, который создается для вашего каталога, автоматически обновляется и позволяет очень быстро фильтровать содержимое каталога. В данном случае мы можем выбирать размеры, цвета и, соответственно, сокращать, так сказать, раздел каталога, сужать поле поиска для нашего покупателя. Это стандартный фильтр, который зависит от того, в каком разделе мы находимся. Для данного раздела, как видите, есть дополнительные цвета, будут другие какие-то позиции, которые необходимы именно в этом разделе каталога. В другом разделе каталога, соответственно, подборка будет несколько другой. Если я перейду в аксессуары, то здесь уже будут и другие цвета, и, возможно, другие размеры и так далее. Фильтр подстраивается автоматически. Также я замечу, что есть дополнительные блоки, такие как, например, лидеры продаж, в которые будут попадать товары по обозначенным вам правилам, как, например, персональные рекомендации. Вот как раз этот блок персональной рекомендации и работает за счет вот этого нашего сервиса Big Data, который называется персонализация. Он анализирует меня как посетителя сайта и предлагает мне те товары, которые, по его мнению, должны быть мне интересны. Это довольно-таки интересная и забавная штука, потому что она уже дает очень хорошие результаты и показатели. Она сейчас уже в некоторых случаях до 30% рост продаж дает на интернет-магазинах некоторых, на которых уже используется. Для вас, как для владельцев битрикс-управления сайтом, это ничего совершенно не стоит. Вам нужно просто включить модуль персональных рекомендаций в своем интернет-магазине, разместить вот такой блок на нужных вам страницах. Это может быть главное, это может быть страница раздела, это может быть карточка товара, в котором будут рекомендоваться те или иные товары. Там выбираются алгоритмы, по которым происходит рекомендация. Их там несколько этих алгоритмов. И, соответственно, тот из алгоритмов, который вам больше подойдет, вы можете использовать, тем самым увеличивая продажи просто за счет дополнительных рекомендаций, персонализированных рекомендаций для каждого вашего покупателя. Ну что ж, заглянем в карточку товара. Здесь особенных изменений, кроме основных визуальных, нету. Все те же возможности сохранились. Картинки, разные цвета, разные размеры. Для каждой серии картинок будет загружена своя пачка фотографий и для размеров, и для цветов. Все это остается, собственно, так же, как и было у нас всегда. Ну и возможность, конечно же, приобрести. Сейчас мы с вами приобретем. О, я тут уже что-то вчера положил себе в корзину. Поэтому мы, пожалуй, выберем несколько товаров. Замечу, что уже в корзине можно попробовать, можно изменить себе цвет или размер, если вдруг вы передумали, например, штаны Excel, что-то это круто. Возьмем M. И изменить количество. При этом пересчет корзины происходит автоматически при изменении размеров, позиций. Если я что-то удалю или добавлю, корзина будет пересчитана автоматически. Напомню, что и в прошлых вебинарах я это показывал, и мои коллеги тоже. Есть возможность предоставления различных скидок. В корзине есть соответствующее поле для купончика. Например, это один из методов продвижения, предоставления скидки по купону, который вы распространяете любым образом. И вот ваши покупатели смогут ввести сюда купон и получить скидку. Ну что же, приступим к оформлению. Здесь ничего хитрого нет. Как обычно, у меня есть информация о том, кто я такой. Она уже забита и авторизована на сайте. Неавторизованные покупатели им предложат заполнить определенную форму, выбрать доставку, выбрать платежную систему. Но в данном случае я не буду выбирать что-либо. Кстати говоря, отмечу, что есть возможность сразу же узнать стоимость доставки в случае, если покупатель выберет какую-то из служб по доставке, не вашу, то есть не курьерскую, которая имеет фиксированную цену. Да, например, Рудпочта России умеет запрашивать данные сервера Почты России. И, собственно говоря, рассчитывать стоимость. Стоимость доставки, например, может быть не только по данным Почты России сервера, но и на основе табличных данных, которые хранятся в самой системе. А также здесь могут быть другие службы доставки, которых предостаточно в платформе, которые также умеют рассчитывать доставку до вашего покупателя, до адреса, который он указал. Разные виды платежных систем. Опять же, есть взаимосвязь платежных систем и доставок. То есть, если я выберу, например, какую-то недоступную доставку, то часть платежных систем может пропасть, например. То есть, например, если я выберу Почту России, ну, сейчас здесь взаимосвязи не проставлены, но какие-то службы доставки могут быть недоступны с какой-либо из службы оплаты и наоборот. Эти все связи вы у себя устанавливаете, и, соответственно, покупатель не сможет выбрать несовместимый вариант доставки и оплаты. Ну что ж, заказ мы оформили. Наверное, дальше особенно показывать в публичной части нечего, потому что ничего, в общем, остального не поменялось. Персональный раздел, безусловно, есть, список заказов есть. Их можно смотреть, отменять, смотреть пару о них подробностей и так далее. Все это, в общем, как было, так и осталось. Но мы с вами, наверное, пойдем посмотреть на административную часть, потому что как раз основные изменения сейчас заметны там. Так, я смотрю, появился вопрос. Секундочку. Так, 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 так. Я вижу, что когда выйдет новый магазин, ну, я уже говорил, мы обещаем его к концу месяца, возможно, там, начало июля. То есть довольно скоро. Все то, что я показываю, будет вам доступно. Так, по поводу адресной строки при смене цвета и товара. Знаете, я не готов на этот вопрос ответить сейчас. Насколько я знаю, в новой версии будет это изменено. Сейчас пока в Альфе этого не заметно, но действительно уникальный URL для каждого, так называемого SQ, то есть для каждой единицы товара будет действительно уникальный. И мы об этом говорили на презентации. И, соответственно, вы увидите это и в своих обновлениях. Собственно, с чего начать? В административной части. С того, что появился новый пункт меню, он называется маркетинг. И в этом пункте меню мы собрали все, что, пожалуй, относится к маркетингу интернет-магазина и сайта в целом, любого интернет-проекта. Большая часть, конечно, здесь относится к интернет-магазину, поскольку именно они нуждаются в основном в таком маркетинге. Ну, давайте посмотрим по порядку. Пульс конверсии. Тот самый пульс конверсии, который мы презентовали, вот он вживую. К сожалению, на демоустановке, на которой очень мало хитов и практически нет покупок, это демонстрационная версия для разработчиков, которую используют в том числе и наши разработчики, и наши продукт-менеджеры. Здесь, конечно, довольно-таки мало данных, поэтому показатели будут не самыми красивыми, однако давайте посмотрим на них детально, что же нам помогает показать вот эта вот страничка. Сводная страница конверсии. Мы выбираем данные, за какой период, собственно говоря, мы хотим анализировать. Ну, здесь с 1 мая по 30 июня, в общем, нормальный период, 2 месяца. Давайте посмотрим. Средняя конверсия, которую показывает мой интернет-магазин, сейчас 0,49, то есть это вот, собственно, на грани плохо. Показатели за период. Здесь видно общую конверсию, как она меняется, то есть это конверсия в динамике. Как вы видите, 16 июня конверсия была 0,75, а сейчас все ниже и ниже. Средняя при этом остается на 0,49. Дальше есть данные по устройствам, с которых заходили. Ну, как видите, здесь появились уже данные о том, что заходят с десктопа и какие-то другие. То есть система действительно анализирует, с каких устройств доходят ваши посетители и какая конверсия с тех или иных устройств вообще возникает. Ну, и здесь есть так называемая вороночка, собственно, конверсионная. И вот мы что с вами видим. Мы с вами видим, что у нас есть 4 заказа на сумму 19 тысяч рублей. Это оплачено. Конверсия по ним 0,49. Мы видим, что оформлено заказов было 6 на сумму 25 тысяч рублей. И конверсия 0,74. Мы видим, что в корзину было добавлено 11, то есть было сформировано 11 корзин на сумму 29 тысяч рублей. И конверсия здесь составляет 1,35. Ну, и дальше можно смотреть уже детальнее по устройствам. В частности, вот трафик идет с планшетов. Кто приходит с планшетов, какая конверсия с них, смартфоны, десктопы, ну и прочие какие-то неопределенные люди. По каждому из них можно разворачивать и сворачивать, собственно говоря, эту вкладочку и наблюдать за тем, как происходит преобразование добавленных в корзину, в оплаченные заказы. Он с вами будет видеть довольно детально по каждому из источников трафика. Мы можем переключить на источники. И в этом случае мы с вами будем видеть не устройства, а источники, откуда к нам пришли посетители. В частности, мы с вами видим, опять же, условия. Ну, у меня источники никакие, на мой заказ всего 813 трафика приходит. И что мы видим? Те же самые показатели по заказу. Мы можем смотреть уже детальнее, как выглядит конверсия по источникам. В частности, вот почтовые рассылки. Мы можем смотреть по почтовым рассылкам, сколько добавлено в корзину, сколько оформлено и сколько оплачено. Органический трафик, когда нас нашли по выдаче в поисковике. Контекстная реклама. Все, что переходы с контекстной рекламы, здесь будут учитаны, и вы будете видеть конверсию по этому каналу привлечения покупателей. Ну и также прочее у меня остается неопределенное. На моей тестовой установке в основном, как видите, все в профи уходит. Это страница конверсии интернет-магазина. И здесь вы действительно увидите конверсию и по устройствам, и по каналам. И увидите показатели, за которыми, пожалуй, очень важно следить вашему интернет-магазину. Следующий раздел – это бизнес-модель интернет-магазина. Здесь уже интереснее. Здесь уже пойдут цифры. Что же такое бизнес-модель? Опять же, бизнес-модель мы строим по какому-то периоду времени, для того, чтобы понять вообще, какая доходность, какая рентабельность нашего магазина. Что мы видим? Мы видим основные показатели рентабельности. Валовый доход, вот эти 19 тысяч рублей, которые пришли мне за оплату заказов, вот они здесь видны. К сожалению, у меня не было ничего потрачено ни на рекламный бюджет, ни на какие-то другие расходы. Соответственно, мой доход, он так и остается в размере 19 тысяч рублей. Собственно говоря, у меня есть воронка, которая показывает, сколько добавлено в корзину, сколько оформлено, сколько в итоге оплачено. Это воронка моего интернет-магазина. И самое, наверное, интересное здесь – это модель рентабельности. То есть, грубо говоря, я могу переключить свои показатели вот этой модели в режим прогноза, и у меня появится возможность регулировать различные параметры. Тем самым прогнозировать, а действительно ли мой магазин при определенных условиях останется в рамках рентабельности или начнет приносить больше денег, или наоборот, я окажусь в минусе. Так вот, как это происходит? Мы можем определить с вами, например, рекламный бюджет. Решили мы потратить 30 тысяч рублей на рекламу. Как видите, модель сразу же перестроилась, и заработав 19 тысяч рублей, мы потратили в 30, мы, конечно же, окажемся в минусе, учитывая конверсию 0,49. При этом, предположим, что цена за переход у нас будет 30 рублей, но все-таки здесь средний чек, который мы можем подредактировать в случае, если у вас он другой, или вы намереваетесь его изменить. Ну и давайте все-таки поставим конверсию какую-то приближенную, не знаю, к реальности, хотя бы 2%. 2% это вообще-то уже такая сносная, ну так, хорошая конверсия. Ну вот, что мы с вами видим. Мы с вами видим, что модель уже перестроилась, мы с вами видим, что 65 тысяч рублей мы заработаем с такими условиями приблизительными при конверсии в 2%, при среднем чеке и так далее. И мы можем с вами регулировать эти параметры. В частности, что будет, если мы сделаем не 30 тысяч, а 300? Ну, понятно, что здесь, наверное, стоимость возрастет, может быть, не так, но там, не знаю, можно подобрать какую-то стоимость, которая окажется вам полезной. Да, однако, опять же, возможно, понизится конверсия, и мы ее можем сделать пониже. Возможно, изменится средний чек. Ну, вы сможете повсячески регулировать, понимая, что, например, вот при таких условиях со средним чеком в 3 тысячи рублей вы никак не выжмете положительные показатели рентабельности магазина. Плюс у вас могут быть какие-то прочие расходы, которые вы также вольны указать в модели. Возможно, это расходы, опять же, на хостинг, поддержку интернет-магазина, там, контентную поддержку и так далее. Все это может быть в модели. И тем самым, после того, как ваш магазин с установленными обновлениями наберет какой-то опыт работы по модели, вы сможете более довольно-таки точно прогнозировать инвестиции в рекламу и в привлечение покупателей на ваш сайт. Работать с конверсией, стремиться к тому, чтобы ее увеличивать, вы будете прямо на простых, понятных цифрах понимать, над каким из показателей вам нужно работать в вашем магазине сегодня, чтобы увеличить доходность, увеличить рентабельность, ну и вообще уровень счастья вас, как владельца интернет-магазина. Так, смотрю, что есть у нас вопросы. Можно ли смотреть конверсии по поисковой рекламной системе ключевым словам? Ну вот, на данный момент мы показываем конверсию пока вот в таких форматах, в крупных источниках. Ну, безусловно, вообще вся система демонстрации конверсии и так далее может дорабатываться нашими партнерами, туда добавляться новые источники или новые срезы, по которым вам нужно будет смотреть эту конверсию. Так, добрый день, мой магазин вчера обновлен до версии 15.0.16, но в админке раздела маркетинг нет. Ну, конечно, потому что он у вас должен быть обновлен до 15.5. То есть сейчас пока вы не можете на своем магазине увидеть эти изменения, они недоступны пока вообще только партнерам на их установке для разработки, альфа-тестирование всех этих изменений. Так, что такое средний чек? Средний чек – это средняя стоимость покупки в вашем интернет-магазине. То есть сколько в среднем покупатель тратит в вашем интернет-магазине на покупку? Это и есть средний чек. Так, ой-ой-ой, вопрос по трафику. Сейчас данные Bittrex у нас расходятся в Google Аналитик довольно сильно. 8% разницы по уникам. Bittrex регистрирует вдвое больше сессий за месяц. Будет ли в версии 15 что-то предпринято для увеличения точности аналитики? Тут еще надо поспорить, чей аналитик точнее. И, наверное, тут есть много вариантов, по которым внешние счетчики или внутренние. Не уверен я, что модуль веб-аналитики будет в 15.5 сильно доработан, однако показатели посещаемости для конверсии и прочих моментов, которые используются в этих сервисах, конечно, проработаны сильно детальнее, чем стандартный модуль веб-аналитики. Итак, это у нас с вами рентабельность магазина. Отдельная целая закладочка, которая называется бизнес-модель, по которой мы можем считать, в том числе прогнозировать модель окупаемости магазина и эффективности вообще бизнеса и рекламной кампании для вашего магазина. Следующий модуль, о котором мы с вами поговорим, это B-тестирование. Ну и, пожалуй, это один из самых интересных и ожидаемых вообще функционалов в нашей платформе. И, пожалуй, получилось его реализовать очень круто. Что такое B-тестирование? Давайте сначала попробуем с теорией разобраться. Вообще, когда вы работаете над эффективностью вашего интернет-магазина, вы предпринимаете те или иные шаги по его изменению. И как вы можете определить сделанное вами изменение в интернет-магазине? Это может быть что угодно. Вы сменили дизайн. Это глобальное изменение. Вы придумали, что надо придумать, что надо сделать новый дизайн интернет-магазина. Вы его сделали. Нужно как-то проверить, получился ли новый дизайн действительно лучше с точки зрения эффективности магазина, с точки зрения конверсии, с точки зрения доходов и так далее. Увеличение или уменьшение среднего чека и тому подобное. Возможно, вы изменили не дизайн, а вообще какой-то маленький кусочек, карточку товара. Вы решили, что кнопки надо переставить местами, сделать их другого цвета, по-другому представить фотографии и так далее. Вообще, по-хорошему, если вы будете постоянно экспериментировать с этим, ища наиболее оптимальный вариант. Так вот, A-B-тестирование как раз функционал, который сделан для того, чтобы вы могли проверять такие гипотезы и убеждаться в том, что ваши изменения, которые вы делаете, действительно улучшают эффективность вашего магазина. Как это происходит? Часть трафика, который приходит на ваш сайт, это может быть весь трафик, все 100% трафика. Это может быть только маленькая часть, допустим, 10% от трафика, приходящего к вашему магазину, направляется на так называемый A-B-тест. Эта часть трафика делится ровно пополам. Одной половине показывается старый вариант внешнего вида или функционала магазина, а другой части показывается новый. И по обеим этим аудиториям идет сравнение по конверсии. То есть, грубо говоря, мы половине людей показываем один вариант, половине другой, и смотрим, на какой аудитории сработало лучше. Какой из вариантов дизайна эффективнее и лучше показывает лучшие результаты в конверсии, в заказах, в средних чеках и так далее, в тех параметрах, которые для вас важны. Как это можно сделать? Ну вот, смотрите, у нас есть несколько заранее созданных A-B-тестов. Вы можете создавать свои тесты, но я возьму один из готовых. Мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим на отчет. В частности, вот это отчет по A-B-тесту, который показывает, но, опять же, я за это прошу прощения, не могу никак сделать трафик, похожий на настоящий, на демонстрационной версии, и поэтому здесь не очень хорошо видно. Но мы видим, что у нас есть группа посетителей A и группа посетителей B, которая разделена по 50%, то есть ровно 50% посетителей нашего сайта, я сделал так, что этот тест запускается на всю 100% аудиторию, ровная половина входит в группу A и половина в группу B. И мы с вами видим конверсию по обеим группам. Ну, в данном случае она у меня нулевая везде, но мы, конечно же, увидим конверсию по группе A и конверсию по группе B, которая будет показывать те или иные показатели выбранного того или иного варианта представления. Ну, вот, собственно говоря, будет заказ. Как видите, я при вас сделал заказ небольшой, и вот он здесь уже попал, добавленный в корзину, и есть оформленный заказ на эту сумму, который был сделан в группе A. Я попал в группу A и, в общем-то, сделал заказ, он здесь есть. И мы видим, что сколько добавлено в корзину, сколько оформлено, сколько оплачено. Мы видим по обоим группам показатели конверсии нашего сайта. Ну, давайте посмотрим, как это настраивается, что для этого нужно сделать. Я захожу в изменение теста, и что я вижу? Я вижу, что есть название и описание для меня, длительность, которую я могу определить, могу запускать на день, на пять дней, на неделю, на месяц или вообще до ручной остановки. То есть, грубо говоря, он будет работать всегда, пока я не приду и не скажу «стоп». Мы выбираем, какой кусок трафика, то есть какую часть трафика нужно направить на тест. Ну, у меня выбрано 100%. Это значит, что все посетители будут разделены либо на одну, либо на другую группу, на две группы, им будут показаны разные дизайны. И у меня тест на шаблон сайта, то есть новый дизайн. У меня выбран один из дизайнов. Новый и второй B – это старый вариант дизайна. Который был в предыдущей версии. Я могу посмотреть на оба, есть кнопочка «посмотреть» и открою магазин. Вот, пожалуйста, я вижу, это новый дизайн. Если я нажму, соответственно, на старый, я увижу, вот он, старый дизайн. И закрыв их оба, я, собственно говоря, сохраняю тест. Таким образом получается, что все. На самом деле с этого момента, с того момента, как я нажимаю кнопочку «запустить», запускается тест. И с этого момента весь трафик, все посетители, которые приходят на мой сайт, делятся на две группы. Одной группе показывается один вариант дизайна, а другой группе показывается другой вариант дизайна. Ну, можно попробовать с этим проэкспериментировать, конечно, но я боюсь, что ничего отдельного из этого не выйдет. Скорее всего. А, нет, смотрите, я попал сразу во вторую группу. То есть это группа B, в которой мне показался, в общем-то, дизайн старый. И я могу здесь уже гулять по карточкам и, в общем-то, что-то приобрести. При этом я, авторизованный как администратор, вхожу в группу A. А, нет, тоже в группу B вошел. Ну, давайте, здесь появилась у нас такая кнопочка «АБ тест», и я могу выделять, выбирать, в какую группу я как администратор сейчас вхожу. Вот я переключился на группу A и вижу, соответственно, внешний вид для группы A. Могу переключиться в группу B, ну и, конечно же, наблюдать за сайтом в группе B. Вот таким образом получается, что мы показываем разные виды сайта. Это может быть полностью, как вы видите сейчас, изменение внешнего вида. Это может быть изменение только страницы или только карточки товара, как вы видите. Страница корзины или оформление заказа, произвольная выбранная страница. То есть любую страницу сайта, которую вы хотите, вы можете показать в разных видах, разным частям вашей аудитории. И тесты могут быть запущены, и вы, соответственно, видите показатели по каждому из тестов. Давайте мы посмотрим. Ну, конверсия, к сожалению, останется на нулях. Но мы всегда увидим, что, собственно говоря, происходит с той или иной аудиторией на тех или иных параметрах внешнего вида. Так, сейчас посмотрю. Так, вопросы. Я все про аналитику. Подскажите, как разобраться, какая аналитика точнее. Я, к сожалению, не могу вам сказать, как разобраться, какая аналитика точнее, потому что, ну, наверное, нету здесь истины в первой инстанции, грубо говоря. То есть по разным, разные методики, разные подсчеты, наверное, самым правильным будет иметь просто несколько вариантов аналитики и принять из них какой-то за, ну, тот, который вам кажется наиболее правильным. И, собственно, от него отталкивается или анализирует сразу несколько источников аналитики, что тоже будет, в общем-то, правильно. В этом ничего такого нет. Так, оплаченные заказы и оформленные – это одно и то же? Нет, конечно. Оформленные – это значит, что просто оформили заказ, оплачены. Это значит, что заказ был оплачен. И, соответственно, в данный момент он не… То есть вы пока товар не отдали, деньги не получили. То есть это всего лишь оформленный заказ. Заказ может быть оформлен, но оплачен наличным. В случае, если он оплачен наличными, ваши менеджеры ставят отметку об оплате в интернет-магазине, и он становится оплаченным. Это, в общем, правильная история работы с магазином. Так, что ж, дальше. Следующий момент, который мне сегодня вам нужно показать – это триггерные рассылки. Я пропущу автоконтекст, потому что у меня не хватит сегодня времени поговорить об этом детально. И для того, чтобы показывать автоконтекст, нужна дополнительная подготовка. Сегодня это мы отложим на следующий вебинар, который будет, опять же, посвящен версии 15.5. И там мы покажем более детально другие вещи, которые к тому моменту будут готовы. Мы поговорим о новом модуле, который вышел как раз в 15. Это модуль email-маркетинг, в котором появились новые виды рассылок и новый функционал для работы с ними. И вот сегодня мы дополняем этот модуль триггерными рассылками. И сейчас с вами поговорим о том, как работать с триггерными рассылками, какие данные они нам позволяют, какие возможности нам дают. Так, ох, я смотрю, вопросы опять появились. Сейчас, секундочку. Как можно учитывать частичные оплаты? Частичные оплаты можно учитывать. Система позволяет принимать предоплату и в дальнейшем доплачивать. В этом нет какой-то особенной проблемы. По крайней мере, в версии 15.5 это точно есть. Так, email-маркетинг для начала. Да, сейчас по нему быстренько пройдемся. Сегодня при обновлении двух новых модулей установились файлы структуры в панели маркетинг. Нет. Еще раз, пока то, что я вам показываю, вам недоступно в ваших установках. Это появится в ближайшее время. Такая вот у меня сегодня задача – показать вам то, что вот-вот скоро появится. Так, давайте пройдемся по тому, что, собственно говоря, у нас появилось нового в email-маркетинг. Я точно помню, что я на предыдущем вебинаре точно показывал сам email-маркетинг. То есть основной модуль, который вышел для создания рассылок. И здесь появились разные интересные вещи, связанные с, например, с работой с адресами. В частности, вот в списке адресов появилась такая штука, как импортировать адреса. И что он делает? Что делает функционал? Он импортирует адреса из источников, которые на вашем же сайте есть. В частности, он берет веб-формы. То есть если вы принимаете какие-то веб-формы на сайте и просите клиентов оставить, не знаю, подписаться, оставить какие-то свои контакты для получения каких-то материалов и так далее, любые веб-формы, в которых ваши клиенты могут оставить вам email, мы можем импортировать оттуда данные. В веб-формах у меня еще нет. Импорт из покупателей. Вот у меня есть несколько покупателей. Я могу импортировать их адреса. Вот они у меня появились. Импорт из подписок и рассылок. Это подписчики. В частности, у нас в дизайне есть вот такая штука «Подписаться», в которую можно ввести свой email. И вот это будет база подписчиков. Мы сейчас оттуда же импортируем. Ну и следующий источник – это просто пользователи сайта, которые мы можем импортировать из пользователей. Пользователи – это могут быть не обязательно покупатели, это могут быть любые другие пользователи сайта, которые так или иначе у вас зарегистрировались. Но для магазинов это, конечно же, в основном покупатели. Для каких-то других типов сайтов это могут быть просто пользователи, из них мы тоже можем импортироваться. Проверяются дубликаты. Как видите, несмотря на то, что из трех источников как минимум импортировались одни и те же люди, и здесь осталось всего два, это значит, что все работает корректно, и мы получили некий список адресов. Мы можем формировать группы адресов. То есть создать некую группу, в которую включить, например, покупателей. Можем назвать такую группу и включить в нее определенных пользователей. Сейчас я включаю покупатели и определяю, что в эту группу у меня входят покупатели интернет-магазина с какими-то параметрами. И таким образом получаю в группе адресатов, ну вот сейчас в данном случае два человека, потому что параметров никаких я не создал. Вот у меня покупатели, там будет два человека. Я могу всегда отредактировать эти параметры, и, соответственно, для этой группы это могут быть, например, покупатели, не совершавшие покупки более 30 дней. Дата последнего заказа должна быть в районе 30 дней ранее. Ну и так далее. На сумму заказов от такой-то. То есть вы можете формировать несколько групп адресатов, с которыми в дальнейшем работать. Ну и, соответственно, создать рассылку. Появился мастер создания рассылки. Он состоит, как видите, из пяти шагов, по которым вы можете пройти. Я вот, собственно говоря, рассылку можно выбрать из существующих, если есть, но у меня их нету, поэтому у меня есть возможность только создать новую. Это будет, не знаю, давайте по-другому. Не буду здесь ничего выдумывать. Дальше мне нужно выбрать, собственно, группу адресатов, кому отправлять эту рассылку. И я могу создать новую группу отсюда же. В данном случае я группу уже создал, поэтому выберу. Можно исключить группы. То есть если группы у вас пересекаются адресов, вы можете выбрать входящую группу, то есть кто точно должен получить, и исключить из нее. То есть, например, при пересекающихся группах можно выбрать исключение. И следующим шагом будет, собственно говоря, подготовка письма, то есть шаблоны рассылки. И здесь мы можем выбрать заранее заготовленные шаблоны. Как вы видите, они отличаются немножко поверхностно. Возможно, вам какой-то из них приглянется больше. Ну, в данном случае вот этот. Я сейчас включу визуальный редактор. Вот так он выглядит шаблон. Вы можете заменить здесь своим текстом. Мы можем вставить, собственно, тему письма и здесь вводить персонализированные вещи, связанные, например, с именем. Отправителем будет, соответственно, адрес нашего сайта. Приложить какие-то вложения, заполнить здесь текстом вашей рассылки. Также вы можете использовать различные персонализированные блоки внутри рассылки. Это может быть, например, имя человека, которому отправляется персонально. Оно будет вставлено из соответствующего поля пользователя. Там стандартные блоки, типа, отписки от рассылки и так далее. Блоки, связанные с оформлением. Если вы взяли пустой шаблон, вы можете отсюда набрать базовые блоки, из которых составить внешний вид. И есть ряд компонентов, которые вы можете использовать. Например, статьи, новости. Взять список новостей и вставить его сюда. В этом случае в письме, вот в этом месте, будет там список из нескольких новостей. Вы определяете, каких новостей, откуда они берутся, сколько их должно быть, в частности, может быть, там, допустим, две последние новости, там, сортировки и так далее. Это компонент, который выдаст человеку в почтовом сообщении, к которому придет список новостей вашей компании. Также это могут быть, например, корзина. Вы можете вставить сюда корзину и определить, что можем написать, что человек забыл корзину, и там какую-то часть, какой-то части отправить с информацией об их корзинах. Ну и какие-то дополнительные блоки, в том числе, вот, например, генерация купона на товар, ну и так далее. То есть здесь есть ряд блоков, которые вы можете использовать в своей рассылке. Ну, собственно говоря, после создания письма, следующим шагом будет непосредственно расписание, как отправлять эту рассылку. Ну, я оставлю отправить вручную и, пожалуй, ее сохраню. А, стоп. Надо вот так сделать и сохранить. Собственно говоря, рассылка готова, она готова к отправке. Я могу нажать кнопку «Отправить», и в этот момент она уйдет всем адресатам, которые были выбраны. Ну, и, естественно, я могу проверить, что все правильно, указав здесь свой адрес и выполнить тестовую рассылку. Тестовую рассылку посмотреть уже детально у себя в своем почтовом клиенте, убедиться, что у меня все в порядке, и мои покупатели правильно и корректно увидят мое письмо. Перепроверить это здесь и, собственно говоря, нажать кнопку «Отправить», после чего рассылка будет отправлена. Ну, или выбрать расписание, по которому отправляется письмо. Например, каждый понедельник у вас отправляются новости всем вашим подписчикам или всем тем, кто извил это желание в какой-то определенной группе покупателей. Также по каждой рассылке вы будете видеть статистику. К сожалению, у меня ведь тут нету рассылок, но здесь будет информация о том, собственно говоря, сколько писем было отправлено, сколько получено, сколько из них прочтено, были переходы по ссылкам и так далее. Информацию об этом вы увидите в отчетах статистики по конкретной каждой рассылке. Так, 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 сейчас посмотрю на несколько вопросов, которые вы к этой части. Так, про кодировку. Да, проблема кодировки, пришла Абракадабра. Честно говоря, я не знаю, что на это сказать, потому что еще не тестировал самостоятельно боевую рассылку, поскольку это вот только вчера буквально появилась возможность. Я передам коллегам, что с кодировками может быть проблема, а ребята посмотрят, что с этим делать, можно ли с этим вообще что-то сделать и дадут какие-то рекомендации. Обязательно, кстати, скажу, что касательно всего нового функционала, который сейчас выходит, на нашем сайте будут выпущены статьи в блоге, в которых будут подробно рассмотрены все детали и нюансы, даже еще подробнее, чем я сейчас рассказываю, даже, наверное, сильно подробнее. Именно поэтому обращайтесь на это внимание, наверное, вот ответы на ваши вопросы будут там. Через какой сервис идет сама рассылка? Надо ли арендовать внешний SMTP-сервер? Это решать вам. Думаю, что надо, потому что рассылка идет через тот сервер, на котором размещен сайт. Собственно говоря, соответствующие все детали уточняйте у ваших администраторов, и если для этого вам нужен отдельный сервер, пожалуйста, используйте. Если вы готовы использовать внешний, там Яндекс или Гугл, которые позволяют это делать, ну, тоже пожалуйста. Так, планируется ли доработка импорта-экспорта, XSL и XSLX? Игорь, я, к сожалению, не могу прокомментировать, я не очень понимаю, что вас там не устраивает. Может быть, вы как-то напишите, какие проблемы. Пока я даже не вижу причин доработок. То есть, возможно, там мы что-то не видим, расскажите нам об этом подробнее. Так, это письмо рассылки. Нет, сейчас я присылать не буду, рассылку вообще отправлять не стоит. Отсюда, по крайней мере, из тестовой разработки точно. Так, окей, пойдем потихоньку дальше. Следующий момент, у нас триггерные рассылки. И с триггерными рассылками мы с вами попробуем посмотреть внимательнее. Давайте разберемся, во-первых, что это такое. Триггерные рассылки – это серия писем. Одно письмо или серия писем, которые будут отправлены части, ну, тем покупателям, которым необходимо. То есть, которые достигли какого-то параметра, какого-то события. Какие могут быть события, мы сейчас с вами разберемся в процессе, собственно говоря, создания. У меня тут есть несколько рассылок, но они тестовые. Мы сейчас с вами нового создадим. Есть кнопочка, соответствующая, добавить через мастер. Мы с вами посмотрим, собственно говоря, какие варианты триггерных рассылок существуют. Ну, есть несколько готовых триггерных рассылок. Вот, например, забытая корзина. И, в частности, бывает, что человек на сайте зарегистрировался, несколько товаров в корзину положил, после чего ушел, не оформив заказ. И вот, собственно говоря, можем отправить цепочку писем вот по такому событию. Есть еще ряд триггерных рассылок, которые сделаны нами предварительно, то есть заранее заготовлены для вас. Это вот отмененный заказ, например, письма в догонку. То есть, грубо говоря, был оформлен заказ, первая закрытая покупка, и вы можете отправить какое-то дополнительное письмо через некоторое время для того, чтобы предложить оставить отзыв или скидку на следующий заказ и так далее. То есть уже вам решать, что отправить в догонку к заказу покупателя. Есть несколько будильников, это, так сказать, когда клиент у вас что-то приобрел, но довольно давно на сайте не появлялся. И вот, например, может быть, через разные промежутки времени, у нас есть 180-360 дней, когда должен сработать будильник, вы серию писем отправите вот с помощью такого будильника. То есть попытаетесь разбудить спящих клиентов. Ну, мы с вами возьмем хулиганство как самую интересную рассылку. Это шуточная цепочка, которая отправлена якобы от некого робота, интернет-магазина, который позволит привлечь покупателей обратно. Давайте посмотрим, что это такое. Мы выберли готовую рассылку. Здесь ряд параметров, которые нужны, опять же, вам. Это название, описание, сортировка в списке рассылок. Вы сможете ее там найти и, соответственно, с ней в дальнейшем работать. Ну, а дальше мы определяем условия запуска. Вот, собственно говоря, условия, которые вы можете определять для запуска цепочки писем. Ну, в данном случае, вот какой выбор нам предоставлен. Это давно не заходил на сайт. То есть покупатель, который у нас что-то приобрел, у нас есть о нем информация, но он на сайт не заходил уже какое-то время. Мы определяем, какое время. Давно не покупал. Это значит, что на сайт, может, и заходил, но не оформлял заказы. Забытая корзина, заход на сайт. То есть, возможно, тот, кто просто взял из наших покупателей старых и просто зашел вдруг на сайт. Мы можем ему в этот момент отправить какое-то письмо. И если он не оформил никакой заказ, ничего, просто на сайт зашел, мы ему как-то отреагировали на это. Это может быть оплата заказа, отмена заказа или создание нового заказа. То есть, грубо говоря, если мы выберем создание нового заказа, мы можем определить, что на каждый новый заказ должно запуститься какое-то условие отправки. Ну, в данном случае мы с вами выберем «Давно не заходил на сайт». Выберем, что человек какое-то время на сайт не заходил. Ну, наверное, отправлять запуск, запускать стоит с утра. И вот есть галочка «Обработать старые данные», которая покажет, что… вернее, которая включит в инструмент вот этой аналитики все старые данные по посещаемости, которые есть в системе. То есть, грубо говоря, система будет учитывать всех предыдущих покупателей. Мы сейчас ее включим и, собственно говоря, перейдем к достижению цели. Здесь нам нужно определить, в какой момент перестать отправлять клиенту цепочку писем. То есть, понятно, что триггерная рассылка, то письмо может быть одно, или их может быть целый ряд писем, отправленных друг за дружкой. В нашем случае в этой рассылке будет целый ряд писем. И, соответственно, нам надо определить, в какой момент перестать отправлять эти письма. Но в данном случае это может быть, например, заход на сайт. То есть, грубо говоря, если человек после первого письма из этой серии на сайт перейдет, остальные письма мы ему отправлять не будем, значит, что добились цели. Это может быть оплата заказа, например, то есть непосредственно или создание нового заказа. Это значит, что пока человек заказ не создаст, мы будем его продолжать отправлять письма из этой цепочки. Ну и, собственно говоря, следующим шагом будет работа с письмами. Вот закладочка письма, и мы видим серию писем, которые будут отправлены и условия, по которым будут они отправлены. В частности, первое письмо будет отправлено через ноль после события, то есть как только сработает триггер, что человек 111 дней, как я указал в настройках, не заходил на наш сайт, ему тут же будет отправлено письмо, вот, собственно говоря, с заголовком «Помогите». Мы можем его развернуть и посмотреть, в котором написан, собственно, текст этого письма. Здесь, опять же, могут быть вставлены те же самые блоки персонализации, и вы сможете настроить это письмо так, как нужно именно вам. Дальше мы определяем, через сколько дней после первого письма будет отправлено второе письмо. В данном случае у нас указано, через один день и мы можем развернуть и посмотреть, что это за письмо, включив визуальный редактор, чтобы понять. В частности, вот роботу потихоньку начали разбирать, и чем дальше, видимо, тем будет хуже. Каждое следующее письмо будет все более интересным. В частности, вот третье письмо, которое будет отправлено еще через день после предыдущего, здесь написано, что здесь уже есть купон на скидку. То есть, в этом письме уже будет вставлен некий купон, которым сможет воспользоваться человек, получив это письмо и получить скидку в вашем магазине. Ну и последнее письмо, которое еще через день придет, если уж совсем ничего не срабатывает, оно, видите, уже прощальное, что извините, меня совсем разобрали, так что больше вам никто писать не будет. Ну, это шуточная рассылка, которая сделана для примера, и вы можете создавать примерно аналогичные цепочки писем, которые будут отправляться с разной периодичностью, с разными промежутками между собой и прекращаться по достижению цели, срабатывать на разные истории. Сейчас мы это сохраним, вот у меня целый ряд уже этих рассылок, вот это последнее, и с ними сможем работать и что-то делать. Собственно говоря, по каждой из рассылок, опять же, у нас с вами будет доступна статистика, ну, поскольку эти рассылки не были отправлены, здесь будет пустота, но в целом статистика мы увидим по каждой из рассылок, сможем видеть, на какие адреса они были отправлены, какие письма были отправлены, и, собственно говоря, достигнуты ли цели, сколько, и, скажем так, с какого письма цель была достигнута, да, то есть вам в какой-то момент может показаться, что можно сделать письма эффективнее, чтобы цель достигалась раньше, ну и так далее. Так, ну что ж, перейду, наверное, к вопросам. Ох, хороший вопрос. Каков оптимальный путь для освоения CMS до запуска интернет-магазина для новичка? Путь. Знаете, у нас есть, ну, во-первых, вот ряд вебинаров, которые мы делаем для наших пользователей, и сегодняшний вебинар не показателен, потому что он скорее про новую версию, да, и мы, здесь я показываю исключительно новинки и довольно-таки поверхностно, но серия, есть вебинары, которые более детально показывают основной функционал магазина, посмотрите в истории вебинаров на нашем сайте, там я и мои коллеги, в общем, довольно детально показывают, как, собственно, работать с сайтом, что нужно делать, какие есть возможности и как с этими возможностями работать. Ну, и, конечно же, есть курсы обучения, они все бесплатные, онлайн на нашем сайте в разделе «Центр поддержки», там есть онлайн-курсы, которые вы можете использовать для, собственно говоря, освоения платформы и изучения всех возможностей и тех, как ими пользоваться. Так, Игорь прислал про CSW, спасибо, Игорь, не буду озвучивать, это я передам нашим специалистам и посмотрим, что можно с этим сделать. Так, возможно ли делать тестирование в рассылках и дальнейшую аналитику? Одной группе мы отправляем письма по одним правилам, второй группе другое правило, а потом сравнить конверсии по этим двум рассылкам. Ну, нет, пока вот АБ-тестов в триггерных рассылках нету, соответственно, вы можете просто по времени ну, то есть активировать то одну, то другую триггерную рассылку и сравнивать их между собой. Можете создать их несколько и, соответственно, просто во времени разделять тестирование. Пока вот тестирования в рассылках нету. Так, собирать несколько списков, например, разные города и сохранить группы. Можно будет? Вы имеете в виду несколько списков ваших списков для рассылки по городам? Ну, теоретически, да, но отборка будет ручная, то есть вам нужно будет как-то вручную разделить этих пользователей, да, вы можете вручную добавлять в группы сохранять. Вся эта красота есть ли в малом бизнесе или нет? Ну, вот тут вопрос. Не все будет в малом бизнесе, безусловно, в частности, АБ-тест нет, а вот рассылки, если я не ошибаюсь, да, но я боюсь здесь обмануть, потому что, к сожалению, сам не знаю, как будет распределен функционал, по идее это уже должно быть определено и на нашем сайте в ближайшее время появится информация об этом, что в какой редакцию войдет. А вот про новый модуль интеграции с 1С я вам не расскажу, Евгений спрашивает просто показать про интеграцию с 1С будет отдельный вебинар и он будет 30 июня, если я не ошибаюсь, и там уже более квалифицированные в области интеграции с 1С мои коллеги будут показывать очень детально в том числе новый модуль, я надеюсь, по крайней мере, что будут показывать новый модуль интеграции и все его возможности достаточно детально покажут вам. посещайте, пожалуйста. Так, моя часть на этом завершена, вы можете продолжать задавать вопросы, я пока буду передавать слово Марии, вы задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить после или в процессе доклада, может быть, постараюсь как-то тоже. я вижу, что пока у нас вопросов нет, так, Мария, подходите смело, я сейчас найду вашу презентацию, ее запущу, и мы с вами можем продолжить. так. Здравствуйте, меня зовут Мария, я руководитель отдела по работе с партнерами компании V-Interactive, являемся партнерами Bitrix, и спасибо, что нас пригласили сегодня на этот вебинар. Я, у меня будет совсем небольшая презентация, в первую очередь, наверное, интересно для тех слушателей, которые начинают только работать со своим интернет-магазином, там будет ряд пунктов, которые, на наш взгляд, особенно важны для открытия интернет-магазина, также будет вкратце о том, как привлекается и как уходит трафик, и о трех наших решениях, которые могут быть полезны для повышения эффективности работы интернет-магазина. Немножечко о нас. Нам шесть лет, несмотря на достаточно нежный возраст, мы выросли большими, у нас 10 тысяч клиентов, 26 офисов, включая экзотические точки мира, как Хошимин или всем известная с детства Санта-Барбара. Собственно, в Москве уже два года нам. Ну и перейдем к делу. Что касается наш взгляд важных моментов, о том, что нужно для интернет-магазина, что особенно важно, это в первую очередь пользовательский опыт. То есть, когда человек заходит на сайт, первое, что он видит, это картинку, это описание товара, и здесь все должно быть четко, грамотно и, собственно, так, чтобы человек не терялся. Вот на этой странице указаны пункты, которые, на наш взгляд, наиболее часто здесь допускаются ошибки, причем даже среди крупных и магазинов, которые давно на рынке, но все же есть моменты, когда не все слишком удобно, и любая ошибка здесь может играть очень негативную роль и, собственно, привести к потере покупателя, потенциальных покупателей, посетителей. на этом слайде вы видите типичную ошибку, даже их несколько, ну, в первую очередь мы не знаем, в какой части сайта мы находимся, то есть проблем с навигацией, да, тут нету ни категории, ни подкатегории, и, собственно, человек потерян, теряется доверие, и логично, что, собственно, человека мы также теряем сайта. Ну, корзину тут тоже не поставили, но я думаю, что это редкие случаи, когда не бывает корзина на страничке. Следующий момент, сейчас не только десктопы, не только ноутбуки используются для покупки, ну, и, собственно, все больше и больше планшетов и мобильных устройств, и, соответственно, на это нужно обращать особое внимание, то есть, нужно, чтобы верстка была адаптирована и к мобильным устройствам, и грамотно адаптирована, да, то есть, ну, 4-5 основных форм-факторов должны быть, собственно, переведены для использования на мобильных устройствах. Далее вопрос товаров, ну, собственно, без товаров не бывает магазина, но для того, чтобы эти товары не только лежали на пылках интернет-магазина, но и, собственно, покупались, необходимо, чтобы их было легко найти, необходимо, чтобы были рекомендации и, собственно, дополняющие товары, товары, которые наиболее популярны, какие-то новинки, чтобы на странице была информация, вот, ну, и товары спонтанного спроса, да, которая поможет повысить средний чек и которая, собственно, приведет к повышению, естественно, и выручки магазина. Ну, и, естественно, переходим от товаров к ценам, да, ежели даже нужные долгожданные, не знаю, платья или туфли найдены, то важен вопрос цены. И цена должна быть, в первую очередь, она должна быть честной, да, она не должна быть выше, чем у конкурентов, потому что, ну, собственно, в наше время никто не заходит только на один магазин в поиске того, что он ищет, есть возможность проследить несколько конкурентов, посмотреть, где что лучше, где что удобнее, плюс, и выбрать то, что удобнее и дешевле. Вот, важно, чтобы, собственно, что мы проследили по своей статистике, очень много людей отсекается на моменте покупки уже во время оформления заказа, так как появляются дополнительные, дополнительные, необходимые дополнительные оплаты, как-то может быть очень высокая стоимость доставки. Это тоже неприемлемо, да, и еще важен момент, если вы указываете стоимость упаковки, то лучше указать также стоимость за единицу товара. Собственно, что у нас упаковка гораздо привлекательнее, целая, покупка целой упаковки гораздо привлекательнее, чем один единичный товар. есть цена, есть то, что любят большинство покупателей, это скидки, но тут нужно помнить, что с ними ни в коем случае нельзя злоупотреблять, скидки такой момент, с которым нужно быть осторожными, и их если предлагать, то в каком-то ограниченном по сроку действия времени, также имеет смысл предлагать скидки на наборы или какие-то спецпредложения типа три по цене двух, вот, и конечно здесь я в разделе скидки упоминаю о программе лояльности, вот ее в обязательном порядке стоит развивать, да, и тот покупатель, который у нас пришел на сайт первый раз, это замечательно, но чтобы его удержать, нужно что-то делать, и собственно как раз предлагать специальные акции, холить лелеять постоянных покупателей очень важно. Ну и собственно вот когда вот эти основные кирпичики перечислены, они уже каждый на своем месте и в должном качестве, все они непосредственно связаны с репутацией, и где-то составляют репутацию, во многом зависит от репутации, которая соответственно складывается из многих факторов, ну наиболее такие важные на поверхности прошлый опыт покупателей, узнаваемость бренда, очень важно отзывы, и следить за отзывами очень важно, ну и собственно сарафанное радио, да. Интернет-магазин готов, и чтобы туда пришли люди, ну или пришло больше людей, то соответственно нужно привлекать трафик. И здесь начинаем, в кронологическом порядке на слайде перечислено то, каким образом новый интернет-магазин привлекает чаще всего трафик, то есть начиная с классического SEO-контекста и переходя к новомодным серму, social SMO, social media marketing. И теперь после того, как привлечен трафик, нужно быть готовым к тому, что по меньшей мере половина всех тех, кто пришел из этих источников, она уйдет. И это естественный процесс, с этим мало что можно сделать. А вот с той частью, которая остается на сайте, те, кто смотрит товары, особенно те, кто эти товары собирают в корзину, вот с ними, если они не завершают покупку, то с ними в обязательном порядке нужно работать, нужно стараться взаимодействовать. И вот здесь мы переходим к тому, чем мы занимаемся, чем компания в интеракции занимается. Здесь о наших решениях. В первую очередь это динамический ретаргетинг. Он включается на моменте, когда человек уходит с сайта, просмотрев товар, либо зайдя в товарную категорию, но не завершив покупку. После этого он может перейти на любой другой сайт и увидит баннер, динамический баннер, в котором динамический это значит, там будут все те товары, которые человек просмотрел, переходит, видит, ну и собственно есть возможность нажать на кнопку вернуться и завершить покупку. По нашим наблюдениям прирост продаж при хорошо выстроенной компании он собственно достигает 10% к естественным продажам интернет-магазина. Есть совсем героические истории, когда до 30% доходили у наших клиентов продажи, но это очень редкие случаи, средний вариант это 10%. Далее решение он сайт, которое активируется, когда у нас человек также на достаточно серьезном шаге на оформлении покупки делает попытку уйти с сайта, здесь появляется, то есть он либо долгое время не активен на сайте, либо нажимает крестик, закрыть вкладку или сайт и появляется окно, которое предлагает ему скидку, которое предлагает ему вариант промо-кода или бесплатной доставки и так как это не поп-ап, возникающий на каждой страничке, это не раздражающий такой инструмент, а то, что появляется именно буквально за шаг до покупки, то соответственно тот инструмент, который весьма неплохо работает и в среднем 5% возвращает 5-8 процентов, 5-10 процентов возвращает покупателей не завершивших покупки и приблизительно около 5% добавляет к продажам интернет-магазина. И решение Виконтакт. Сергей упомянул достаточно много относительно триггерных рассылок в своем докладе. Говорил, я добавлю, что это тоже в нашем случае триггерная рассылка, рассылка по брошенной корзине, это такая наша классика жанра. Наверное, скажу о небольших наших отличиях, мы работаем как с зарегистрированными, так и с незарегистрированными пользователями. и собственно здесь разные варианты есть и работы с может быть письмо рассылка может зависеть от размера корзины, может зависеть от того постоянный непостоянный пользователь, то есть мы различные компании на разные категории пользователей заводим и в течение кампании смотрим, как все это дело продвигается и можем менять. Аккаунт-менеджер за этим активно следит. Эффективность, так как решение уже шесть лет, то собственно здесь статистики много и по росту продаж могу сказать, что это приблизительно 6-7% прирост к продажам интернет-магазина. Вот, собственно, презентация у меня, как я сказала, совсем кратенькая. В принципе, это все. Мы есть на битриксе, на маркетплейсе, так что буду рада более сейчас посмотрим, есть ли вопросы. Ну, понятно. Хорошо, спасибо. Да, передаю микрофон Сергею. Спасибо большое, Мария. Я сейчас посмотрю, тут, по-моему, показалось мне, что есть несколько вопросов по моей части. Так, так, так. Ага, ну, тут я смотрю некоторые, потому что я часть не рассказал. Да, я и говорил изначально, что я не покажу сегодня все новинки, так как на это нужно слишком много времени. я сейчас для завершения вот этот слайдик покажу. Это мои контакты, по которым можно задавать вопросы и индивидуально, в том числе, если нужно какую-то консультацию получить или какие-то там детальные, технические, я там по возможности передам своим коллегам, чтобы вам ответили. а также так, еще смотрю, на каком сайте можно смотреть историю вебинаров, обучающих курс, о которых шла речь. Ох, так, ну давайте я посмотрю сейчас на время попробуем показать это дело. Сейчас, секундочку, нужно для этого открыть браузер. Это у меня был анонс вебинара. Ну вот, смотрите. Это наш сайт. Я сейчас вернусь на главную страницу, чтобы показать вам весь путь, где, собственно говоря, найти вебинары и видеозаписи. Вот у нас есть такой раздел на главной странице бесплатного вебинара. Если сюда нажать, то, собственно говоря, мы попадем в закладочку бесплатного вебинара. Здесь такая невидимая почти ссылочка найти вебинар, и здесь можно по разным параметрам отфильтровать список, в частности, по продуктам, по тематике, по отрасли, наверное, не так интересно, по ведущему даже, и, собственно говоря, получить подборку вебинаров. Те вебинары, которые имеют запись, большинство из прошедших ее имеют, в некоторых случаях записи нет. Это обычно связано с какими-то техническими нюансами, но такое, к сожалению, бывает. Но везде можно видеозапись посмотреть, она либо выложена на YouTube, либо в виде файла, приложена к непосредственно анонсу вебинара, и там вы сможете, в том числе, сегодняшнюю видеозапись точно так же через, может быть, к вечеру, может быть, через день, увидеть и к текущему вебинару. Касательно курсов. Вот есть у нас раздел «Помощь», и здесь есть онлайн-курсы. Вот этот раздел. Здесь, собственно говоря, перечислены все онлайн-курсы, которые у нас есть. Вот контент-менеджер – это базовый стартовый курс, которого имеет смысл начинать всем, кто начинает знакомство с битрикс-управлением сайтом. Именно он посвящен основным элементам управления, принципам работы, ну и так далее, основным компонентам системы, которые, без знания которых, наверное, работать с платформой будет сложно. Ну, а дальше есть более расширенное администрирование, администрирование по модульным, можно всегда найти ответ на свой вопрос, если вы вдруг с каким-то столкнулись, выбрав просто курс по конкретному модулю, с которым вы работаете, вот модули по интернет-магазинам, например, ну и, соответственно, найти там в нужном разделе ответ на свой вопрос. Некоторые из курсов сопровождаются небольшими видеороликами и какими-то ссылками на более подробные материалы, статьи и так далее. Вот. Пожалуй, все на сегодня. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Еще раз напомню, что видеозапись ввелась, и вы сможете ее увидеть на нашем сайте буквально через некоторое время.